поставила варить еще сегодня детям дали два апельсина в садике апельсина не едят апельсиновой кожурки я поставила компот варить и добавила еще мне яблоки пошел бы туда все такое добавила я уже не первый раз так говорили детям как бы нравится безотходное производство называется сейчас морковку чищу ой натираем и еще поставила курян кашу варить на завтрак с очистками варим что такие дела все варим 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 все варим 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 нету времени на другие дела пишите по вас обязательно погоду мне будет очень интересно у меня как-то он не помню девушку одна спрашивала женщина но у них вроде не помню книг называется сам комментарий какую я как-то гибриду что я курям кашу варю она не спрашивала из какой крупной но я варю перловка ну и вот хлоп или овсянка или что-то сейчас у меня на данный момент это 7 злаков я закинула после того кто поварится я потом закинул эти семь злаков и все я туда сейчас положила пока перловка варится и очистки помыла все и поставил варить мы помимо комбикорма еще каши надо варим суп буду варить чечевицы у меня пачечка чечевицы есть хочу с чечевицей суп мне нравится чечевицы и решила пока сегодня больше ничего там еще есть у нас что есть поэтому второе пока не буду варить завтра потушу на у нас утра картошку с мясом и плюс будет комфорт еще может быть сварю завтра опять если этот не выпьет если этот выпьет значит завтра опять комфорт или кисель сварю у меня кисель есть еще посмотрим что все натерла сейчас зажарку буду делать лук уже тут есть у меня почищенная целая такая многие удивляются ну вот как многие многие мне нравится что я так говорю многие вот удивляет что я покупаю большой лук на найти на несколько блюд как раз одной луковицы хватает удобно и выгодно так покупать это когда маленькая семья там да там смысла нет большие луковицы большая луковица очень даже так все натерла сейчас буду резать лук всем еще раз здрасте вот пока печку затапливаю хочу ответить на вопрос юлии и супова она написала вопрос настя покажи уборку в доме вот ребята начиная стопки печки как вы видите и сейчас покажу в дальнейшем уборку и постараюсь ответить на ваши комментарии если вам интересно то оставайтесь со мной ну что продолжаем а и так ну что дорогие друзья пока делаю уборку буду отвечать на вопрос но давайте первый вопрос мария истомина всех проводила и спать завалилась вот лень слов нет дорогие друзья пусть того как я отвожу марину с вами в садик я обязательно пушу оксана потому что мы с оксаной садимся доделывать уроки которые мы не доделали с вечера он был потому что не успеваем она приходит из школы поздно и поэтому мы не успеваем немножко это делать поэтому мы делаем с утра так как она учится когда с 11.30 когда с 12.30 поэтому вот так дальше любовь сусоева пишет вопрос привет настя как муж вышел ли на работу любовь свою хочу сказать огромное спасибо муж порядке да он уже вышел на работу дальше наталья тарас тарасенкова надеюсь правильно прочитала если не правильно то извините пирогов бы напекла никогда не видела чтобы ты пекла пироги первое второе компот приготовила бы у насти нет опять давление ну дорогие друзья на эти если давление поднимается здесь я уже ничего пироги раньше пекла но потом зрители надоело ли эти видео и мне написали что прекращает одно и то же снимать поэтому я перестала стряпать и готовить видео потому что постоянно были влоги как я готовила как я стряпала как я кушать варила постоянно на кухне ну всем надоело поэтому я теперь кухню стараюсь редко куда снимать ладно дальше россиянин написал вопрос ваш муж молодец надо вам поменяться местами выработать он пусть дома готовит и так далее все делает ну дорогие друзья я бы не против ну пока я себе работу на тенемку он пока вот работает да и он с детьми уроки то не будет делать потому что всегда когда дети приходят он если они к нему подход спрашивают него всегда отвечает идите к маме все вопросы поэтому с уроками в основном я с ними сижу дальше екатерина алыкина надеюсь правильно прочитала извините если неправильно сало то надеюсь хоть додумались не соленое повесить а то птички сдохнут дорогие друзья я прекрасно знаю что птицам нельзя соленое сало и не переживайте там сало самое свежайшее дальше елена предкова сало покупать что птичек а что такого в том что мы кормим зимой птичек они же тоже есть хотят они тоже живые я вот метрах не понимаю вот многие до меня сейчас осуждают что птичек кормлю а что плохого в том что птичек кормить у нас когда-то помню на рынке много голубей было прямо целой стойки и у нас приходили люди и прям крупу сыпали и вот у нас тут на остановке тоже дяденька каждый день сыпет крупу чтобы кормить голубей других птичек он покупает за свои деньги купу и каждый раз когда он идет на автобус он сыпет крупу каждый день и ничего в этом такого плохого не вижу но надеюсь ваш вопрос ответил дальше елена елена пишет вопрос сколько заказываете всегда пижамы зачем сколько вы их что не стираете что поносили и выбросили дорогие друзья пижамы мы заказываем не так уж много но большинство мы дарим своим знакомым или кому-то вот дети также идут вот она праздник они что-нибудь додарят ну вот в основном мы дарим знакомым ну и своим дети растут очень быстро и пижама очень быстро становится маленький или где-нибудь такое пятно посадят там уже на тряпку уже выкидываешь тогда да вот сейчас приноровилась из старых одежды буду коврики шить но ничего страшного это о другом поговорим дальше надка пишет настя ты говорил что дети достают компот и пьют откуда достают у них у вас погреб есть или подпал сделай пожалуйста обзор ребята погреба у нас нет у нас есть подпал в квартире в коридоре и многими но уже замечали это вот в основании картошку и компота но такое что влазит туда то и ставим надеюсь я на ваши вопросы на некоторые ответил ну на этом вот так вот все пишите больше вопросов чтобы я могла их выписать тетрадку и поотвечать если вам понравилось такое видео то обязательно напишите ладно дорогие друзья продолжаем просмотр видео всем хорошего дня и хорошего вечера все сделала уборку сейчас составила стуле уберу кто-то уже пришел егор ты пришел а маша пришел и гор тоже пришел а вы чувствуете экрана дете порфель господи маш развиваемся подальше все в снегу и игрушки игру вот эту вот коробку вынеси пожалуйста это выкинуть надо а это на улицу просто вот это выкинуть там мусор там игрушки половала я выкинула пока ваньки нету у него ревизию провела а то он потом возмущается очень сильно домашний полы протерла все помыла все успела все сделала как школе дела как ты смотри кошка чуде от с ума сходит у нас кошка гулять видать хочет обгуливаться хочет но у нас кота нет а с ума сходит ночами мяргает сегодня муж говорит а сейчас тоже всю ночь не спал я всю ночь не спла из-за нее она мяргает потому что ходит орет на всю квартиру и день и ночь да сейчас выходные маша уже мне скоро в город на опыт ехать со света на прием в три часа поеду там птичек она королит птички сало там все еще едят нити птички там все еще сало клюет там уже почти все склевали ну ладно все пошла я стирку ставить маш переодевайся а не поняла я сейчас поставлю постельное стирать я поменяла постельного оксанда что-то пледа на постирать лысая вот это прям такой уж ухти моя курица ладно всем хорошего дня а